О ситуации на этом направлении расскажет наш корреспондент Анастасия Волкова. Настя, пожалуйста, добрый вечер. Вам слово. Добрый вечер. Мы сегодня пробыли весь день в Бахмуте. Там ситуация очень тяжелая. Постоянные боевые действия, постоянные взрывы. Постоянно российские войска обстреливают целенаправленно в мирные районы города. Мы сегодня стали свидетелями, как Горел Кулич в Бахмуте, где до полумасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины учились дети. Сегодня, естественно, ни одно учебное учреждение в Бахмуте не работает. Практически весь Бахмут разбитый и много строений, много жилых домов под огнем оккупантов. Мы сегодня пообщались с местными жителями, которые рассказали, что за последнюю неделю обстрелы Бахмута участились, усилились, и передвигаться по городу стало крайне тяжело. В пешую жители добираются до гуманитарных штабов, чтобы получить продукты, чтобы получить хлеб, потому что сейчас гуманитарный штаб – это единственное место, где можно получить еду и лекарства. Есть и некоторые магазины, которые еще работают в Бахмуте, но стоит понимать, что там цены выросли на продукты. Из-за того, чтобы довести логистически туда очень трудно что-либо, и из-за отсутствия работы у местных жителей нет денег. До полномасштабного второжения Российской Федерации в Бахмуте проживало примерно 73 тысячи человек. Сегодня остается около 10 тысяч населения. Преимущественно люди находятся в подвалах, в убежищах. И есть районы, например, из Бахмутка, куда очень сложно добраться, и туда практически не приводится гуманитарная помощь. Оттуда люди, а также с опытного и с близлежащих сел преодолевают расстояние в 5 километров и более в пешую, чтобы дойти до гуманитарных штабов и получить какие-то продукты. И вот, допустим, завчера, за 24 октября погибло семеро мирных жителей в Бахмуте. Такое большое число. И я знаю о том, что сегодня была ситуация, когда полицейские спасли из труднодоступного района Бахмута 8-летнего мальчика, у которого погибли отец и мать. Мать была беременна на седьмом месяце беременности. Отец и мать погибли во время артиллерийского обстрела улицы, прямо на улице. И ребенок оставался сам просто в доме. Вот в такой вот ситуации. Полицейские смогли добраться до ребенка, собрать ему вещи, помочь ему собрать вещи и вывезти его в более мирный регион, накормить, напоить. И я знаю о том, что в скором времени его заберет родная тетка, и будет уже с ним жить в более мирном регионе Украины.